сегодня у нас котлетки на ужин я люблю котлетки когда ваш и свиной говяжий чесночок перчик черный молотый печи красный паприка соль сейчас размешаем еще лук натру яйцо и будем печь любимые всеми наши котлеточки а сегодня у нас котлетки свиные говяжьи а также будем готовить кускус когда его готовлю делаю поджарку лук с морковкой натертой а потом высыпаю кашку варю на такой зажарочки и Субтитры сделал DimaTorzok Кускус делает из манной крупы и муки твердых сортов пшеницы. Это отличный источник сложных углеводов, клетчатки, витаминов, минералов. Когда кускус закипит, я всегда еще добавляю макароны из цельнозерновой муки. Они придают насыщенности и полноты вкуса, а также очень красиво смотрится такое блюдо. Когда кускус кипит, буквально через 3 минутки добавляю мелко поломанные спагетти из цельнозерновой муки и варю еще 10 минут. Кускус я варю на зажарке из лука и морковки. Солим и перчим по вкусу. Накрываем крышкой, пока варятся макароны и продолжаем жарить котлетки. Вот как красиво получается кускус из цельнозерновыми макаронами и добавляем еще консервированную кукурузу. И 1-2 зубчика рубленого чеснока, но это уже на любителя. Кто не любит, может не добавлять. Кукурузу добавляю в конце варки и буквально на 1-2 минутки еще оставляю на плите. Жарим котлетки. Это очень-очень вкусно. Кускус, который как бы можно назвать трансформером манки, он не такой калорийный, с макаронами и котлетками. Приятного всем аппетита. Ну а когда добавляют сюда кукурузу, он получается с овощами. Очень вкусно и даже можно кушать без салата. А вы готовите кускус? Что же едят обычно американцы? Нюансы американской жизни в Америке. Еда в машине, да. Очень часто так делают. Чего только эти американцы не делают в машине. Жизнь на колесах. Многие думают, что американцы едят пиццы и бургеры. Да нет. Америка – страна интернациональная. Это страна иммигрантов. И каждая семья, переезжая жить в Америку, несет с собой свою культуру, ну а также традиции своей кухни. Ну и конечно, почему же не полакомиться блюдами из других культур и других стран? Итальянская пицца заполонила весь мир. Заказали сегодня на ужин пиццу Папа Романос. Экстра-Ларч, большую. Папа Романос. Юра уже кусочек надкусил один. И ужинаем. Ничего не охота готовить почему-то. Я не знаю, съем я кусочек или нет. Наверное, нет. Ужинаем. Отдыхаем и ужинаем. Редко у нас получается, чтобы мы так сидели на порче. А я вот думаю, не буду есть. Но, наверное, сейчас выключу камеру и буду. У нас там река течет. Да, как в горах сидел. Вода льется. Журчит. Птицы поют. Рыбки плавают. На них можно смотреть бесконечно. Частер. Привет. Частер. Давай. Нет, он видит, что тарелка пустая. Он не глупый, собака. Я туда тарелку поставил, чтобы на тебя взгляд обратил. Вот так и сидит весь наш ужин. Ждет манны небесной. Насел пол тарелки, блин, опять еще хочется. Да там нет, ты хоть один целый кусок, да, съесть? Нет. Должен делиться. Пол куска ему, пол куска себе. Ваши собаки любят пиццу. Частер наш любит. Друзья, вы на канале Интересен Лайф. С вами Наташа и Юра с Детройта. И сегодня у нас такая нарезка, что готовим в Америке. Мы интернациональная семья иммигрантов. Я с Украины, мой муж с России. И уже 19-й год живем на севере Америки. В народе говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И от жены, которая вкусно готовит, ни один муж не убежит. Это если одна хозяйка на кухне, а если две. Год назад к нам переехали наши родители. Так что у Юры шансов нет уйти из нашей семьи. Да мы его не отпустим. Теща его закормила пельменями, варениками, дырунами. В нашей украинской национальной традиции воскресенье – это день семейный, день церкви, а также день вареников. И вы удивитесь, Юра пельменей не любил. Не любил, но сейчас уже любит. Самое любимое его блюдо – это картошка в любом виде. С огурцами малосольными и помидорками. А также рыба в любом виде, запеченная жареная уха. Ведь он же рыбак. О варениках он всегда говорил, зачем лепить картошку в тесте. Если можно, отдельно съесть картошку и отдельно съесть тесто, макароны. Но сейчас уже полюбил. Теща его подсадила на пельмени и вареники. Я сама редко готовила пельмени или вареники. Наверное, раз в месяц. Чаще всего мы покупали в Кастко или Волмарте. Также очень вкусные были. Но когда приехала мама, конечно, у нас каждое воскресенье или пельмени, или вареники. В две руки, конечно, быстрее. Я делаю начинку. Мама лепит пельмени или вареники. Я варю. Из чего мама их только не лепит. Из капусты, из гречки, из творога, из вишень, из черешень, из грибов, печенки, картошки, яблок. В первом закрепленном комментарии я оставлю ссылочку на видео, в котором мы рассказываем, какие начинки можно приготовить для того, чтобы сварить вареники или испечь пироги. Ну, а мама, как всегда, хозяюшка. Блины у нас. Какие красивые. Нежные такие. Одним из самых популярных и обожаемых всеми нашими друзьями блюд в нашем доме есть картошка, запеченная в духовке, хрустящая, ароматная, с чесноком, малосольные огурцы и помидоры, а также рыба. Так как Юра заядлый рыбак, то рыба у нас на столе каждую неделю. Вот такого карпа на 3 килограмма Юра поймал сам, и мы его запекали в духовке. Очень вкусный получился. Но иногда, кроме речной рыбки, хочется и морской. Часто запекаем тилапию или лосось, салман, красную рыбу. Юра очень любит, когда замороженное филе разрезаешь на кусочки и обжариваешь в одной муке. Он не любит, когда мы в яйцах обжариваем. Я очень часто посыпаю ее овощной приправой для супов. Виджета. Очень вкусная тогда получается рыбка. Ну а красный салман запекаю в духовке. Режу на кусочки. Солю, перчу и поливаю лимонным соком. Оставляю на 10-15 минут, а потом в духовку буквально на 10 минут. И вкусная рыба на вашем столе с салатом или с картошкой. Приятного всем аппетита! Юра очень любит, чтобы рыба была зажаристой корочкой. Поэтому очень часто я включаю опцию гриль в духовке. Традиционное наше блюдо это овощи в духовке. А сегодня готовлю запеканку. Остался еще лук парай. Нарезала морковку, цветная капуста, картошку порезала. И с майонезом ее перемешала. И соль и добавила чеснока. И помидорчики выложила. Вот так красиво выложила. Немножко растительного масла. Сейчас сделаю такой соус. Возьму сливки и добавлю туда немножко специй. И залью это все. И в духовку на 30 минут. Постная запеканочка. Овощная запеканочка. Шедевр! Не просто запеканочка, смотрите. Овощная запеканка готова. Ну а здесь запекаем курицу и также картошку с морковкой. Так у рапаточки. Мясо у них конечно и нежнее и вкуснее. Готовить ужин или обед в духовке я люблю чаще, чем на плите. Поскольку это вкуснее, проще и быстрее. Тебе не нужно стоять у плиты. А пока готовится обед в духовке, ты можешь заниматься дома и уборкой или другие дела делать. Перед подачей на стол картошку посыпала зеленью. Вкусно и красиво. Приятного всем аппетита! Любите ли вы семейные торжества и посиделки в кругу семьи? У многих семей нет такой традиции. Садиться за обеденный стол или ужинать вместе. А ведь это очень важно. Это сближает, это процесс общения, объединение семьи в одно целое. В летнее время мы очень любим семейные обеды на улице. Что же у нас на этот разный обед? Сегодня у нас дыруны. Или драники, или тертюхи у нас их называют. Садимся обедать. Накроют, чтобы теплые были. Шумно в нашей американской деревне. Соседи косят траву. Мама жарит дыруны. А к дырунам у нас традиционная украинская маченка. С творогом, сметаной, огурцами, зеленым луком, укропом, чесноком. Соль, перец, уксус. А если хотите жиденькую, то еще добавляем кислого молока или кефирчика. Еще с детства помню, Татта всегда натирает картошку на дыруны. Ну и здесь в Америке следуем нашей семейной традиции. Дыруна мы всегда добавляем на тертый лук и чеснок. Дырунам укроп. И снова вареники. Мама всегда делает маленькие котульки, потом с них варенички. И так делает вареники. Я же чаще всего раскатываю тесто, а потом вырезаю стаканчиком. Многие используют пельменицы, но мы делаем по старой нашей традиции. А вареники сегодня у нас с картошкой и пашлятом из печенки. Кума угостила. Вареники. 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 А на сладкое угостило. Это у нас сегодня рогалики с арахисовым маслом и шоколадом. Вареники. 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 Юра очень любит жареные вареники. А вы какие любите, вареные или жареные? И он их не ест со сметаной, а только с салатом. Салат из домашних помидор. Огурцы куплены уже. А что же на первое у нас? Варим сегодня куриный бульон, а также вермишель к бульону. Очень многие кладут в бульон целую морковку и лук. Я же люблю морковку порезать. Потом очень красиво так наливаешь бульончик с кусочками морковки. И сразу отвариваю ремешель. Конечно, немножко магии. Соль, перец, лавровый лист. И для яркости аромата чеснок и сухой укроп. В тарелочку вермишель, кусочек мяса и вкусный куриный бульончик. Вот это объедение. Куриный бульон, наверное, так же, как и пиццу. Любят все и готовят все. Куриный бульон может гордиться. Его знает вся планета, весь мир. Из большого разнообразия супов варим чаще всего с чим, потому что Юра больше всего их любит. Весной очень любим зеленый борщ со щавелем. Особенно на косточке. Она дает, во-первых, навар. Полезно очень для костей. И аромат. Суп тогда пахнет совсем по-другому, если на косточке его варишь. В летний сезон очень часто варим шурпу. В казане, на печке, на улице, во дворе. Суп – это почти каждодневное наше меню. Юра каждый день есть суп. Он очень любит первое. Буквально все блюда, даже картошку, ест с хлебом. Хлеб мы чаще всего покупаем в европейском магазине. Но в американских магазинах также можно найти теперь вкусный хлеб на закваске. Ну а если на меня находит вдохновение, то я пеку хлеб, но только без замеса. Без замеса, без цельнозерновой муки. Вот такой вот получается. Чистый мед. Нравится ли тебе? Нравится ли тебе, красавица? Хочешь, чтобы девчонки тебя любили? Да. Вкусный. Как в деревянске. Хочешь, чтобы он остыл, мы его рано режем. Он теплый еще. Он сейчас выпает, поэтому крошится. Ну а уже ужин. Так что нам пришлось порезать его. Первое и второе есть. Ну а компот, спросите вы меня, Наташа, есть. Да. Мы иногда варим компот. Очень вкусный компот из белого винограда, из нашего домашнего. Но в выпечку и компоты мы не добавляем сахара, а лишь только заменитель сахара. Для меня компот пахнет детством. Для моего сына пахнет бабушкой из деревней. Мы в основном пьем воду простую, но варим компот в продолжении нашей традиции. Ну а уже по американской традиции, на выходные у нас мясо на гриле. Или шашлык на углях. Это если мы не выезжаем на природу, не едем на кемпинг или рыбалку. Друзья, приятного всем аппетита. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Ведь самые приятные и теплые посиделки с друзьями происходят на кухне. Спасибо большое за поддержку. За интересные комментарии, за лайки. Все мира, счастья, любви, добра и всего самого лучшего. До новой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»